Друзья, приветствую всех. Замечательный Артемий Троицкий у нас сегодня в эфире. Будем говорить об очень важных, как мне кажется, вопросах. Добрый день, Артемий. Витаю, Витаю, Наталья. Рада вас видеть. Начну, знаете, вот с последнего интервью, которую я прочитала Берковича, но, наверное, единственная после приговора, там прозвучал один очень важный, как мне кажется, вопрос. Ну, во-первых, по тональности оно там радует, потому что когда женщина проявляет такую твердость духа, совершенно не будучи политиком, не выступая ни за что, то есть она, в отличие, например, от Марии Колесниковой, действительно не была готова ни к политическим баталиям, ни к тюрьме, ни к чему, но как творец, как говорят у нас на Украине, она проявляет вот удивительную стойкость и как бы такую внутреннюю чистоту. Но там, среди прочего, прозвучало такое, что она очень долго не могла справиться с обидой, что её коллеги, да, что практически никто из её коллег её не защитил, никто не открыл рот. И я очень хорошо понимаю её это чувство, потому что, знаете, когда мы чем-то занимаемся, когда там, я не знаю, на спектакли ходят тысячи людей, когда отзывы о новых стихах прекрасные и так далее, у тебя создаётся ощущение, что тебя любят все, тебя, ну, с тобой рядом находятся все, да, там, плечом к плечу, а потом оказывается, когда тебе плохо, когда твоя жизнь рушится, оказывается, что нет никого, речелева пустота. И вот этот эффект, вот вы его испытывали в жизни когда-то по отношению к себе, и почему так случилось, что представители, нет, конечно, за исключением, был на суде Смехов, был там ещё кто-то у него на суде, но их было очень мало этих людей. Вот вопрос, почему так, почему люди культуры при ближайшем рассмотрении очень часто оказываются, ну, просто, так сказать, вешалкой для одежды? Я думаю, что просто не надо ожидать от деятелей культуры, в том числе и весьма способных и талантливых, чего-то такого, чем они, в общем-то, совершенно не обязательно обладают, а именно смелости какого-то сильного гражданского чувства, чувства эмпатии, сострадания и так далее. Они могут быть прекрасными актёрами, режиссёрами, музыкантами и так далее, но как только начинается пора каких-то испытаний совершенно в других плоскостях, то они оказываются на поверку людьми очень слабыми и трусливыми. Вот, я сталкивался с проявлениями и смелости, и трусости. Скажем, у меня начались первые проблемы с путинской властью в 2011-2012 году, когда на меня было сфабриковано пять судебных исков, из них пять административных, нет, семь судебных исков, из них пять административных, два уголовных, то есть затаскали меня по судам, и тогда наши музыканты, в основном рокеры, инициатором выступил такой Василий Шумов, лидер группы «Центр», вот, они организовали целое движение под названием «Затроицкого». Вышел альбом, на котором присутствовали все, там в том числе и группы совершенно не политизированной, там «Мумитроль», «Би-2», «Браво» и так далее. Вот, с другой стороны, они провели концерт, причем с большим трудом им удалось там этот концерт организовать, поскольку власти категорически не хотели, чтобы он прошел, несколько раз менялось место проведения этого концерта, но все-таки продавили эту штуку, был большой концерт, выступило порядка сорока артистов. При этом я не имел никакого отношения к организации этого всего, я просто смотрел с радостью и восхищением на это проявление артистической солидарности. Но это было давно, это было почти 15 лет тому назад. С тех пор, в общем-то, народ сильно поприжали, попрямяли, испугали и так далее. Народ я оправдывать совершенно не собираюсь. Вот, я не разделяю позиции большинства российских оппозиционных политиков, подчеркиваю, оппозиционных политиков, которые говорят, что во всем виноват Путин и его клика, а народ типа вот просто вот, а народ обманули. Это, конечно, полная фигня. Я прекрасно понимаю, почему они так говорят, хотя сами в это не верят. Они так говорят, потому что они публичные политики, потому что они не хотят с этим самым народом ссориться, и его обижать, и обвинять его в трусости, малодушии и так далее. Но народ действительно, в общем-то, смотрю я на то, что сейчас в России происходит, и мне странно, что это, в принципе, те же самые люди, которые стояли ночью на баррикадах в 91-м году. Это те же самые люди, которые выходили стотысячными демонстрациями на Сахарова и на Болотную в 12-м и 13-м году, и 11-м году. Вот, в общем-то, надо сказать, что путинская администрация провела такую очень основательную зачистку во внутренностях нашего народа, вот, и очень сильно его, скажем так, мутировала по части вот этой самой трусости, по части того, что моя хата с краю, и, в общем-то, меня совершенно не удивляет то, что проявлений вот этой солидарности с Женей Беркович ну, почти, почти что не наблюдалось. То есть, обычно говорят о тех деятелях культуры и искусства, которые активно поддерживают Путина, делают на этом карьеру, зарабатывают на этом столько денег, сколько никогда в жизни не зарабатывали, там, все эти мошковы, там, какие-то, ну, не знаю, там, все эти шаманы. Вот, но дело в том, что вот этих деятелей культуры, их меньшинство, это такие вот особо подлые активисты, так скажем. Но большинство, вот такое вот, как говорится, молчаливое большинство, это именно вот эти ребята, которые, как бы, Путина не поддерживают, ну, и не поддерживают, в том числе, опять же, от страха, что если они Путина станут активно поддерживать, да, может, заработают на этом на несколько миллионов рублей больше, зато потеряют в валюте, зато могут столкнуться с неприятностями в плане своей европейской или американской недвижимости и так далее. И вот эти вот просто, просто сидят, как пионеры-герои на допросе, набрав в рот воды, вот, и от них, из них, точнее, не вытянешь ни слова за, ни слова против. Типа, а мы тут вообще ни при чем, мы занимаемся своим делом, мы ставим спектакли, мы пишем музыку, мы, значит, играем в театре или в кино, вот, мы делаем какие-нибудь там забавные сериалы, вот, и не требуйте от нас, пожалуйста, ничего большего, потому что мы не хотим терять эту возможность, вот, мы не хотим ни с кем ссориться, мы, естественно, мы, естественно, против войны, но мы, конечно же, об этом никому не скажем, потому что прекрасно понимаем, какие могут иметь последствия такого рода высказывания. И это очень скучная, тоскливая, но, наверное, абсолютно позорная, позорнейшая история. К счастью, к счастью, те наши культурные деятели и те наши великие таланты, которые из России уехали, вот, они ведут себя несколько смелее. Вот, они и высказываются, они и тексты сочиняют соответствующие, вот, так что с этими людьми все неплохо. Можно, конечно, говорить о том, что они могли бы вести себя поактивнее, потому что, естественно, и среди этих ребят есть какие-то активисты, есть какие-то лидеры общественного мнения, есть какие-то, которые себя ведут достаточно, достаточно пассивно и высказываются только там от случая к случаю, вот, но, тем не менее, они высказываются. Вот, что касается тех, кто находится внутри России, ну, это просто армия позорников. Ну, тут же интересно теме работа, анализа работы над ошибками как раз по отношению к хорошим, потому что с плохими-то все понятно, да, ну, я говорю, когда я говорю хорошие-плохие, это, ну, условно, но, например, Моми-тролль давно уехал из России, и, ну, при этом никогда они не высказывались против войны. И это дает основания всяким людям, вроде там, я не знаю, Ксении Собчак и прочих, вот, видите, он же наш, он же хотя бы не позорит Россию, значит, он понимает ее важность, ее современную жену и вся-то фурга, вы знаете. И в этом отношении мне представляется очень важным вот две позиции как раз у Долина, тоже, которую недавно Михаила Козырева послушала. Первая позиция, она очень интересная, как это вообще все происходило, из чего началось. Вы говорите, что, ну, когда-то же люди эти стояли там на баррикадах и прочее, а потом что с ними случилось. Вот он говорит, что сама манера, пусть и не работать с властью, но срастаться с ней, сотрудничать, дружить, приглашать на разные дни рождения Москвы, там, я не знаю, Медведевых и прочих дураков, понимаете. Вот она и была как бы, журналисты ведь очень любят, они же люди такие амбициозные, амбициозные, демонстрировать как знак, так сказать, своей влиятельности или своего качества, там, фотографии с различными политиками, ну, по крайней мере, любили раньше. И всё это как бы было начало вот этого конца, потому что было вот это внутреннее ощущение, что, ну, если к нам сюда Медведев приезжает, и мы его тут провожаем в белой рубашке, показываем все наше хозяйство, значит, мы влиятельные, мы крутые, он же ко всем не приезжает. Если к нам часто на эфиры ходят такие-то, то, конечно же, они к нами на день рождения. То есть, как можно обниматься Симоньян, например, говорит Долин, даже пусть на день рождения Москвы, да, если вот она такой человек. И мне кажется, что вот это и было некое приближение, как тут право, Антон абсолютно, вот этого, так же, как и фильмы Балабанова или Сидорова, да, помним все эти братья, бригады и так далее. Может, Балабанов сам того не хотел, но по факту они легитимизировали вот этот рессентимент, понимаете? Как бы вот эту вот эстетику блатную, руки лучше всех, за Севастополь нам ответите, все это стало легитимным, оно стало не омерзительным для этого глубинного народа. Ну, а дальше пошла жара, дальше было легко. Ну, вы знаете, тут, я так думаю, Наталья, что вы смешиваете, по крайней мере, ну, или Антон Долин смешивает две вещи. Значит, одна вещь, это как бы что-то такое сущностное, а именно вот весь этот, значит, намеки на все это русское превосходство, квасной патриотизм, все такое прочее, вот это одна история. Вот это история такая имперская, это история психологическая, это история политическая и так далее. Вторая история – это приглашение на дни рождения, все эти обнимашки с какими-то монстрами и так далее. Это другая история. Нет, так это две разные истории, но они пришли в одну точку, понимаете? И, ну, я бы не сказал, я бы, скорее, был склонен к тому, чтобы их разделять. Значит, о первой истории я сейчас говорить не хочу, потому что, ну, это большой, серьезный разговор. Скасается до второй истории, то я как-то не странно, я не вижу тут такой вот прямой корреляции. Потому что если говорить, скажем, о наших музыкантов, в частности, вот о моих личных друзьях-музыкантов, то два человека, которые были наиболее близкими к властям, скажем так, в нулевые и первые половины десятых годов, были Андрей Макаревич и Борис Гребенщиков. Андрей Макаревич, который дружил, просто дружил близко по-человечески с правой рукой Медведева Аркадием Дворковичем и, соответственно, дружил и с Медведевым тоже. Когда я говорил Макаревичу в личных разговорах, Андрей, ты чего там играешь на инаугурации у этих, там, далее нецензурное выражение, вот, на что Макаревич меня убеждал, что это на самом деле нормальные ребята. Вот он мне говорил конкретно про Медведева. Он говорил, вот ты Медведева не знаешь, а я его знаю, а я с ним разговариваю. Вот поверь мне, говорил Андрей Вадимович, он совершенно нормальный человек, такой же, как ты и я, у него такие же, ну там, условно говоря, музыкальные вкусы, и он придерживается тех же взглядов на жизнь. А ты просто не знаешь о человеке, значит, за глаза ругаешь. У Гребенщикова были, ну, не скажу близкие, дружеские, но такие достаточно тесные отношения с главным тогдашним кремлевским идеологом, тоже тем еще подонком по имени Владислав Сурков. Все эти ребята ходили вот на эти сурковские междусобойчики. Ну, там был один такой главный, где-то было как раз вскоре после Майдана, в 2005 году, по-моему, весной, вот, когда напуганные активностью украинских рокеров на Майдане, значит, наши идеологические бонзы, ну, конкретно сурков, они собрали, значит, всех, всех практически ведущих рок-музыкантов Российской Федерации, вот, то есть там были как раз и Гребенщиков с Макаревичем, и Шнуров там был, и Земфира там была, и кого там только не было. Вот, собрались, значит, на такой военный совет в филях, вот, где потребовали от них лояльности, а взамен предложили, вот, что хотите, ребята, давайте, пожалуйста, мы вам там устроим, вот, какие у вас есть пожелания. Ну, там были какие-то пожелания. Один захотел, чтобы ему сделали, значит, индивидуальную свою радиопередачу на музыкальные темы, кто-то захотел какой-то там, значит, кружок по интересам, там, ну, в общем, я уже даже не знаю, что они просили, ну, и вообще, как бы, все просили, значит, всего наилучшего и красных дорожек во все стороны. Вот, было сказано, да, ребята, все для вас сделаем, вот, вы молодцы. Ну, и что оказалось в результате? В результате оказалось, что как раз тот же Макаревич, тот же Гребенщиков заняли абсолютно адекватную позицию по поводу Крыма в 2014 году, тут же подверглись травле, вот, и вскоре, и тот, и другой, и сначала Гребенщиков обосновался в городе Лондоне, потом Макаревич обосновался в городе Тель-Авиве, вот, и оба занимают очень даже правильную, скажем так, и критичную позицию, кто-то более активную, кто-то менее активную. Вот, поэтому, вот, то, что они в свое время, в свое время, вот, с властью как-то флиртовали, или, по крайней мере, давали власти с собой флиртовать, вот, оказалось, что, в общем-то, это совершенно необязательный индикатор того, что ты трус и подлец. А трусами и подлецами оказались многие из тех, кто до того, как бы, особой даже лояльности и не высказывал. Путинский режим же называют фашистским режимом, это близко к действительности, и в этом всем, если когда думаешь о культуре, обнаружится масса интересных деталей. Смотрите, у Гитлера была линия Рейфеншталь, были всякие там редакторы, которые, ну, они все, если там вынести за скобки, там, какие-то нравственные, моральные и гуманистические идеи, они все были талантливые люди. Ну, потому что «Триумф воли» невозможно сравнить, скажем, с сериалом ТНТ о Байдене, который живет в Хрущевке и пытается понять там русскую душу, или там с каким-нибудь фильмом «Лед», или еще с каким-нибудь говном подобным. Почему, вот, как вы считаете, почему это все превращается в такой мерзкий политический лубок, вот что сейчас с ней делают? То есть талантливых людей внутри, как бы там, практически не осталось. И не создано ничего, даже те, которые талантливо когда-то работали, они перестали это фактически делать. Вот с этим я не могу не согласиться. Хочу только сказать, что, смотрите, вы говорите о гитлеровской Германии и Лене Ревеншин. Значит, а вспомните еще, вот, назовите еще хотя бы одну или две фамилии каких-то культурных деятелей, творческих, скажем так, работников Третьего рейха, кого до сих пор знают, помнят, изучают, а некоторые даже и любят. Можете назвать? Нет, не можете назвать. Потому что таковых не было. Потому что создавали эти гитлеровские художественные и культурные прихвостни такую вот вполне характерную и по стилю, и по содержанию нацистскую культуру. То есть, ну, известны там все эти скульптуры, барельефы. Кстати говоря, очень похожие, практически неотличимые от того, что создавалось при Сталине в духе социалистического реализма. Опять же, никакой литературы, никакого кино, кроме Рефеншталь. Вот, и то у Лени, как вы понимаете, были документальные фильмы, а не художественные фильмы. То есть, в общем-то, в общем-то, фашизм обрекает художника на бездарвость. Даже если у этого художника есть какие-то задатки, но цензура, тоталитарный подход, вот эта задавленность, страх, необходимость вписываться в какие-то каноны и лекалы и так далее, вот даже из более-менее способных людей делает тупых, ограниченных ремесленников. Это было в гитлеровской Германии. Точно то же самое происходит в сегодняшней России. Все люди, которые согласились размножаться и творить в неволе, они все занимаются самокастрацией. Они, естественно, в этом не будут признаваться, они будут говорить, что нет, что мы вот как мы писали, как мы играли, как мы сочиняли, вот так мы и сочиняем. И это все нас не волнует и так далее. Но это, на самом деле, лукавство. Это ложь, потому что все, что они сейчас делают, они делают под прессом. И не ощущать этого пресса, в принципе, невозможно. Ну да, когда Захар Прилепин говорит, что надо вдохновить российскую молодежь, и для этого нужно отправить на фронт нашего российского пресса, кого-нибудь очень модного, то, конечно же, спрашиваешь себя, кого он интересно имеет в виду? Шамама, что ли? Ну, это только он сегодня российский пресс. Вообще отвратительный тип. Ну вот как можно, так сказать, стать настолько отвратительным типом? Был когда-нибудь белобрысый мальчик, который хотел очень успеха. А сейчас ты просто смотришь на него, о чем бы он ни рассказывал, о любви о своей жене или о песнях, или о липсе. Ты видишь, что это просто какая-то мокрица. Наталья, тут без комментариев. Я не видел ни одного интервью шамана. А я какие-то мои видосы вижу, которые там в интернете встречаются. Ну, то есть фактически это все у меня. Кстати говоря, вот вы говорите, что не всегда это по прямой возникает. Был когда-то же такой деятель ГЧП Лукьянов, помните, который писал стихи и был писателем Верховного Совета последнего. Имеется Лена Лукьянова, его родная... Я с явлением узнала, что его родная дочь стала иноагентом. То есть, наверное, не все так действительно... Вот вы только что говорили о Макаревиче и Гребенчакове, но и тут тоже такой ярчайший пример, что не всегда это происходит. «Пути Господни неисповедимы» называется. Я думаю, я думаю, что тут на самом деле очень многое зависит просто от элементарных человеческих качеств. Это не только вопрос таланта, уж тем более это не вопрос какой-то политической ориентации. Это все действуют основные инстинкты. Вот человек жадный, алчный или нет? Человек смелый или нет? Порядочный или нет? Принципиальный или нет? Вот это вот действует. Я скорее буду общаться с порядочными и принципиальными людьми, которые искренне заблуждаются и стараться как-то их немного перевоспитать. Чем общаться со всеми этими трусливыми, лукавыми, загребущими уродцами? Тут я с вами согласна. Собственно говоря, на это также и смотрела. Интересен Кейс Дурова. Его обсудили со всех сторон, обсосали. Но для меня даже не личность Павла интересна в нем, пожалуй, я бы даже со старшим поговорила быстрее, потому что Николай, хоть и в тени, но он такой, я думаю, что вот он был все-таки основным движком в этом проекте. Но тут же интересна сама по себе идея противостояния социальных, вот этих владельцев, руководителей SEO социальных сетей и государства. Ну, потому что мы видим, как Цукерберг, какое письмо написал, мы видим позицию Луна Маска, и так далее. Вот этот конфликт, которым долго говорили о том, что он неизбежен абсолютно, да, начинающийся конфликт государств и корпораций, скажем так, особенно информационных, потому что кто владеет в современном мире личными данными информации, тот владеет всем. Мне кажется, это гораздо важнее, чем химический завод, например. Вот. И как вы дальше думаете, может развиваться вообще этот процесс? Потому что информационные сети уже сегодня это видно самое мощное оружие политическое, которое возможно придумать на сегодняшний день. Это очень сложный вопрос. И я думаю, что те, кто будут говорить, что знают на него ответ, в общем-то, это просто воруны и хвостуны. Нет ответа на этот вопрос, потому что сталкиваются очень фундаментальные вещи. Причем это, естественно, это не российская проблема, это проблема глобальная, которая стоит с не меньшей остротой, чем в России, точнее, может быть, с чуточку меньшей, чуточку в иной плоскости, но тем не менее. Вот. Она стоит и очень остро, и в Соединенных Штатах, и в Европе, и повсюду. Я лично считаю, что интернет и социальные сети окончательно, ну, не окончательно, но почти окончательно и бесповоротно доказывают то, что все-таки это зло, а не добро. То есть то, что раньше нам казалось божьим даром, весь этот интернет, он постепенно мутировал и показал свое, в общем-то, звериное обличие. Я думаю, что с одним из порождений этих самых социальных сетей и вообще всей цифровой цивилизации, а именно с так называемым искусственным интеллектом, дело будет обстоять еще хуже, причем намного хуже. Искусственный интеллект, ну, то есть можете считать меня ретроградом, вообще кем угодно, ультраконсерватором, лудитом, как когда-то называли в Британии, значит, рабочих, которые станки ломали. Я считаю, что искусственный интеллект как можно скорее надо просто запретить. Вот, хотя бы на законодательном уровне, естественно, он будет существовать и действовать в подполье, но это штука, которая просто убьет человеческую цивилизацию. Я лично в этом не сомневаюсь ни секунды. Мне очень жаль своих детей и внуков, потому что я-то уже, скорее всего, не застану ее окончательного краха, а вот им, к сожалению, придется. Значит, ну, про искусственный интеллект это тоже отдельная тема. Я много об этом говорил, в том числе с людьми, которые, в отличие от меня, имеют к этому самое прямое отношение. У меня, скажем, имеется друг детства, одноклассник и когда-то лучший друг. В школе такой Леша Пажетнов. Вот, это изобретатель игры «Тетрис», герой известного американского недавнего фильма нетфликсовского и так далее. Он живет уже давным-давно в городе Сиэтле, естественно, мультимиллионер и все такое прочее. Мы с ним поддерживаем отношения. Вот, иногда, значит, беседуем подолгу на философские темы. Вот он меня, в частности, тоже просветил насчет искусственного интеллекта. А Леша Пажетнов – это авторитет. Вот, и он знает, о чем говорит. Короче говоря, если говорить об истории с Дурмом, то она имеет, во-первых, вот это вот фундаментальное измерение, вот то, о чем вы сказали, о взаимоотношениях социальных сетей и государства, и людей, и вот все вот, значит, вот эти вот силовые поля в этом треугольнике. Во-вторых, уже конкретно по поводу Павла Дурова, это вот история о том, что он там нарушал, где он приступал к закону и так далее. Ну, тут, опять же, имеется, с одной стороны, формальная сторона обвинений, касающаяся вообще там какой-то порнографии, там, торговли наркотиками и так далее. Вот, это, как бы, дело такое достаточно очевидное. Я думаю, что с этим и будут разбираться. Но есть, как бы, менее, скажем так, открытая сторона деятельности Павла Дурова. Вот, но некоторые российские действия, об этом, кстати, уже успели проговориться, говорили о том, что благодаря телеграмму, в общем-то, Россия ведет военное действие, что через телеграмм, через его посредства всяких этих электронно-сетевых приспособлений, там, и дроны наводятся, и ракеты пускаются, и все такое прочее. То есть, это, на самом деле, не такая уж чисто стерильная, такая вот информационно-коммерческая штучка. Это, на самом деле, нечто, что может быть реально, реально убийственным, реально опасным. Вот, об этом, об этом и говорят, и пишут мало. Вот, этой темы, по-видимому, опасаются. Но я предполагаю, что это как раз основная причина того, к чему Дурова прихватили. Потому что, думаю, что, если не журналистам, тем более обывателям, то иностранным всяким спецслужбам, в общем-то, неплохо известно, каким образом можно использовать социальную сеть Telegram в не очень мирных целях. Ну да, там очень много есть наслоения в его обвинении, в том числе и он сам вчера заявил о том, что он контактировал с французской разведкой, помогал им перед Олимпиадой, ну, сорвать несколько террористических актов, которые осуществлялись именно через Telegram, ну, пытались организоваться. Поэтому говорят, что он контактировал с ФСБ, но мы этого не знаем, да, так это или нет. Но тем не менее, то, что разведки многих стран мира стремятся к таким людям, это безусловно. Кстати говоря, вот вы говорите про искусственный интеллект и про его опасность. То же самое я разговаривала, я была в Сликоновой долине именно в Сидне, не в Америке, а в Сидне. И там очень все взволнованы люди, которые работают с искусственным интеллектом. Это чистая правда. И вот я думаю, что вы знаете, что 200 сотрудников Гугла, которые работают с искусственным интеллектом, на прошлой неделе подписали письмо, требуя, чтобы эти технологии не передавали военным, потому что они опасаются очень тяжелых последствий. Так что это все действительно так, и тут тоже мы с вами сходимся. Ну и завершить сегодняшний разговор я хотела очень простым вопросом. В чем секрет Тейлор Свифт? Ну вот, поскольку я вообще, говоря, меломан и любитель музыки, то для меня этот вопрос на самом деле стоит, и ответа на этот вопрос у меня нет, поскольку музыка Тейлор Свифт, ну, в общем-то, это посредственная музыка, скажем прямо. Артемий, иногда будут люди, которые поют посредственную музыку, но они сами настолько яркие, интересные. Я не знаю, но Мадонна, мне кажется, поет посредственную музыку, но она настолько сама по себе персонаж, что на нее просто интересно смотреть. Но тут же, в общем-то, не смотреть неинтересно, не слушать неинтересно, ничего. А тем не менее успех вообще сокрушительный, понимаете? Ну да, я хотел сказать, что я согласен с своей 14-летней дочерью в том, что Тейлор Свифт артистка малоинтересная. То есть она слушает, в отличие от меня, всю эту современную американскую эстраду, то, что называется хайпер-поп и так далее. То есть Лана Дель Рей, Билли Айлиш и так далее. И среди них, на самом деле, есть очень талантливые, интересные артистки, к числу которых к Тейлор Свифт не относятся. Тем не менее, она действительно феноменально популярна. И более того, это не тот случай, который, скажем, лично меня раздражает или возмущает, поскольку меня очень устраивает гражданская позиция Тейлор Свифт, которая в политическом отношении активна, которая топит за демократов, которая явная противница Трампа. Причем, в общем-то, можно сказать, что из всех противников Трампа, ну, если там составить какой-то рейтинг, Тейлор Свифт точно будет наряду, условно говоря, с Бараком Обамой и кем-нибудь еще, она войдет в первую, если не тройку, то в первую пятерку главных противников Трампа. И это, конечно, лично меня, как тоже противника Трампа, не может не радовать. Я считаю, что и украинцев это должно очень радовать, поскольку, если Трамп придет к власти, то, считайте, это помощь Украине с американской стороны конец будет. Ну, давайте об этом высказался довольно прямо, там, пару недель назад, о том, что помогает Европа. Да тут и говорить нечего. Трамп находится на крючке или там на коротком поводке у Путина. У Путина имеются тонны компромата, причем жесткого компромата в стиле жесткое порно на Дональда Трампа. И, в общем-то, это совершенно очевидно. Это еще не было предано огласке, поскольку, ну, естественно, ФСБ хранит свои архивы. Но сомнений в этом практически нет. Так что с Трампом и Украиной, и Трампом, и Путиным, в общем-то, все абсолютно понятно. Так что Украина тоже должна болеть за Тейлор Свифт. А настолько популярна она, я думаю, ну, по двум причинам. Во-первых, все-таки, ну, она миловидная, симпатичная, по всей видимости, сексуальная девушка. Вот я не бывал на ее концертах, не видел ее видеоклипы. Ну, в общем, примерно представляю себе ее внешность. Наверное, какая-то сексуальная харизма у нее есть. Но главное, что у нее есть, это другое. У нее как-то очень хорошо построен бизнес. Я читал еще где-то год назад какую-то большую статью на эту тему. Это была такая чистая деловая статья, значит, о том, как устроен менеджмент Тейлор Свифт с ее концертами, с ее социальными сетями, с продажей билетов. Там ее окружение, вот это вот деловое окружение и продюсерское окружение, они придумали какие-то новые фишки, какие-то новые трюки, которые, по всей видимости, очень эффективно работают. И которые, собственно, и забросили Тейлор Свифт куда-то там на самую верхушку, несмотря на ее более чем заурядный артистический профиль. Ну да, вот это, собственно говоря, наверное, тот же агрессивный маркетинг и роль социальных сетей, платформ, о котором мы говорили в связи с Дором, потому что я не раз наблюдала, как очень посредственная песня или очень посредственный исполнитель вдруг становится, о нем говорят все, там неделями, месяцами, говорят, как о новой звезде и прочее, прочее. Потом все затихает. Но в случае с Тейлор, наверное, нет, потому что очень крутая команда. Очень крутая команда. Да, это так. И я повторяю, что как музыкального журналиста меня, конечно, немного коробит, но просто как человека небезразличного к судьбам мира, вот в частности к результатам выборов в Соединенных Штатах Америки, в общем-то, Тейлор меня вполне устраивает. Ну, ничего не поделаешь. Это грустно. Знаете, вы же помните, хвост виляет собакой. Эти приемы пришли в искусство. Ну, мы не можем больше это изменить. Спасибо большое. За поддержку Украины отдельно. Спасибо. До встречи, Артемий. До свидания. Спасибо. Счастливо, счастливо. Всего хорошего. До свидания. До свидания.